Не каждый взрослый может похвастаться тем, что лично общался с любимым писателем. Как правило, авторы больше запоминаются книгами, чем живым, ничем не обремененным общением. Сегодня для поклонников литературного творчества Валерия Квилория в Брестско-городской библиотеке имени Пушкина прошла творческая встреча с любимым детским писателем, во время которой каждый желающий мог задать любые интересующие его вопросы. Однако сегодняшнее мероприятие имело несколько другой формат, нежели обычно. В зале присутствовали только взрослые. Те, кто пришел на встречу, смогли узнать нового Валерия Квилория, автора взрослых сатирических каламбурных произведений. Сейчас задумался полгода назад и написал рассказ, который называется «Обезжиренная Адя». Это про девочку, которая решила похудеть. Ну, такую 13-летнюю девчонку. Что из этого получилось, это все очень весело. Я тут сейчас куски буду читать из этого. Ну, я надеюсь, что получился не только веселый рассказ, но еще и познавательный. Валерий Квилория – детский писатель, известный своими шуточными историями. Господин 100-летний шкаф «Бунт в тарелке, 13-й карась». Его литературу можно разделить на две категории – рассказы и повести для детей младшего школьного возраста и произведения для подростков. Библиотекари и литературоведы уверены – в книгах автора подкупает простой язык. Яркие и необычные образы и, конечно же, юмор, с которым Валерий Квилория не расстается никогда. Он говорит в своих книгах с детьми на детском языке. Там и бум, и ах, и швах. И как-то вот он так эмоционально свои книги показывает, что дети очень радостные и довольные, очень смеются, хохочут. Но в то же время у него книги очень добрые. Сегодняшняя встреча несколько удивила ее гостей. Перед ними открылся взрослый, однако не менее интересный для литературных кругов писатель. Его новый цикл истории, главным героем которых стал обычный среднестатистический персонаж Адам Собойко и его семья, не оставил равнодушным никого из присутствующих в зале. Валерий Квилория считает – нет лучше тех сюжетов, которые придумывает сама жизнь. Поэтому ситуации и персонажи его книг – самое что ни на есть настоящее. Автор уверен – если жить с юмором, то все трудности будут по плечу. Он смело несет свой жизненный принцип в литературу, постепенно движется к поставленным целям, поэтому читатели и поклонники творчества Валерия Квилория увидят еще не одну новую, не менее занимательную повесть. Потихоньку движусь, сейчас готовим к выпуску, где-то через полгода выйдет первая часть повести в 39-м царстве, когда они в сказочную страну попадают, и это такая будет антология сказки русской, белорусской, украинской, грузинской, казахской.